Брестский государственный университет имени Пушкина – кузница научных кадров в разных сферах. Но среди них особенно выделяются ученые гуманитарного профиля. Антон Попов – один из них. Путь молодого человека к науке был логичен и последователен. Сначала база, 4 года на отделении журналистики, после – магистратура. Сейчас Антон – аспирант и готовит большую исследовательскую работу о творчестве Олеся Адамовича. В семье существует, давайте назовем его, культом книги. То есть книг много, книги читаются, книги есть и в электронном формате. Книги есть и покупаются в обычном бумажном формате. То есть вся семья читающая, поэтому каких-то проблем, каких-то вопросов по моему научному, скажем так, продвижению именно в учебе тут не возникало. И родители поддержали. Диалог с руководителем Зои Петровной Мельниковой молодой человек нашел с первых дней. Работа достаточно объемная, поэтому консультации проходят несколько раз в неделю. Сейчас главная задача для этого научного тандема – выйти с достойным результатом на защиту. Хотя Зоя Петровна в том, что это пройдет успешно, не сомневается. Я уже дань не ствердить себе у больш серьезной филологичной навуции. Гэта закономерная з'ява. И я устешана тым, что Антон згадзиўся писаць со мной кандыдацкую диссертацию по творчасти Алеси Адамовича. Алеси Адамович – гэта су светно вядомая имя. Мы разглядаем, будем асэнсовываць творчасть Алеси Адамовича ў контэксте вядомых письменникав европейскага масштабу. Мы ставим взвырзадачу у своей диссертации – поднять аутэрытэт беларускай литературазнаучай гуманитарной навуки. Благодаря грамотному тайм-менеджменту Антон Попов успевает не только публиковать научные статьи и исследовать труды других авторов в смежных темах, при этом дорабатывая свою диссертацию, но и качественно выполнять свои профессиональные обязанности, работая с журналистом в газете. Когда человек получает удовольствие от процесса, это видно невооруженным глазом. Играет роль то, что я стараюсь это время структурировать довольно-таки четко. То есть я выделяю в нем время, когда мне нужно конкретно стести, заняться чем-то, что нужно для моей диссертации. То есть прочитать книгу, прочитать чью-то монографию или чью-то статью, написать свою статью, взглянуть на чьи-то материалы или скомпоновать, возможно, свое что-то. В век информатизации и технологий кто-то может подумать, что филологический профиль потерял свою актуальность. Но это не так. И пример Антона Попова это подтверждает. Гуманитарная дисциплина учит человека мыслить шире, видеть происходящие процессы глубже. О планах на будущее молодой человек говорить не любит, пока видит перед собой цель защитить исследование. А дальше будут новые горизонты и новые вершины.